В прошлой серии мне удалось найти тяжелый бронекостюм в состоянии, пригодном для починки. Что символично, я нашел его на стартовой локации, в толчке. Сегодня же я отправлюсь на болото, дабы поискать еще больше хабара и найти то, чем можно починить мою броню. Не забывайте подписываться на канал, ведь до конца года нам нужно добить 555 555 подписчиков. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Для того, чтобы починить ТБ, мне нужен набор полевого ремонта брони, ну или как-то так оно называется. И писали то, что в тайнике, где я нашел ТБ, был этот набор, и я его, конечно же, не взял. Но в этом весь я, чуваки, что вы от меня хотите? В общем-то, у меня этого набора, как я понял, нету, но его можно вроде бы скрафтить, давайте посмотрим. Полевой ремонт. Вот, полевой набор ремонта брони. Вот что нужно, для этого нужен продвинутый швейный набор, что у меня есть. Пустая сумка полевого набора ремонта брони, у меня тоже, по-моему, есть. Армированный брезентовый лист и лист легкой ткани, давай посмотрим. Есть ли у меня все для этого необходимое. Вот, похожая иконка, но это набор для шлемов. Блин, а по-моему, у меня нет того, что мне нужно, да, вот этот пустой хрень, скажем так, для набора. Твою мать! Что делать? Да, реально нету. Капец. Походу, придется сейчас по нычкам ходить, гулять, что-то искать, я не знаю. Другого выхода я не вижу. Так, на, давай баллоны это складем пока что. ТБшку носить, конечно же, не буду. Ну что ж, наверное, сегодня я отправлюсь на болото. Но вообще, конечно, я, наверное, сейчас схожу на армейские склады до того толчка. А посмотрим, действительно ли там я оставил тот набор. Поэтому давайте. Пока что у меня все хорошо, кстати, по идее, по хп все прекрасно, уровень заражения ноль. Пулевитаминов, правда, нету. Ну и хрен с ними. Так, а что по прицелу? Давай посмотрим, как он трясется, потому что я давно не курил уже. Но трясется он очень нехило. Давай табачные листы, нужно будет сейчас еще и стейника взять. Так, да, мне нужно еще бизон чем-то зарядить, потому что я все патроны израсходовал нормальные. Так, дробь на поясе, если что, есть. Но, да, говнопатронами, конечно, бизон лучше не заряжает, но у меня других нет. У меня есть десятка нормальных, но это уже недостаточно, верно. Поэтому давай зарядим говном. И еще говна накидаем на пояс. Так, есть ли у меня табачные листы, или мне нужно их пособирать? Давай посмотрим. Есть, у меня много табачных листов. Ну вот так вот я свое буду таскать. Давай вот эти вот одиночные скурим. Блин, у меня хп, правда, от этого тратится немного. Поэтому нужно лишнего не скурить. Так, смотрим, трясется ли прицел. Вообще не трясется. Не, ну так, чуть-чуть, ну можно одну еще, давай. А, оно не тратится? Слушайте, оно у меня на секундочку как-то потратилось. Я не знаю, ну, кстати, у меня хп там буквально на пару пикселей прыгнуло вперед и обратно. Это странно, что это было вообще? Может, это просто какой-то визуальный баг? Что это? Понял. Ладно, увидимся в толчке. Звучит странно, согласен. Какая красота. Но не за этим мы сюда пришли. Я добрался до перехода на болото, но перед тем, как мы войдем туда, я хочу залутать вот этот рюкзак. Угу. Понятно, лучше бы я его не лутал. Все равно ничего нету. Здравствуйте, зимние болота, это на самом деле интересно, да? В общем, в первую очередь у нас южный хуторок. Тут довольно тоже можно неплохо нахвататься радиацией, но я постараюсь, конечно, этого не допустить. Так, я слышу уже зомби, либо изломов, не знаю, вижу крысок. Крыски, что, поговорим? А, ну тут гражданские зомби, окей, это не страшно. Их можно и молоточком потукать. Готово. Смотрим, ничего полезного. Ага, и что у тебя? Понял. Одна херня. Коробка пустая, к сожалению. Так, тайничок. Вот здесь. Ну-ка. Давай, пожалуйста, дай мне что-нибудь классное, умоляю. А, понял. Ой-ой-ой, подожди. Тут засасывает. Нихера себе, надеюсь, меня нет засасывал сквозь стенку, как на армейских складах в деревне. Это было неприятно, если честно. На болотах я знаю довольно много тайников. В этот раз без гайдов, так скажем. Патроны, моток, митной проволоки, древесный уголь нашел. Ну ладно, пусть будет у меня, в принципе. Инвентарь пока что свободный, можно захламлять. Так, коробочки. Российский табак и ампула морфина. Кстати, довольно годная коробка. Лист, легкая ткань и веревка. Ну, лист, легкая ткань может пригодиться в крафте. Так, вот сюда, не знаю, заходил или не заходил, по-моему, нет. Да, тут у нас деревянные ящики есть. Пустой и пустой. Понятно. Так, ну тут еще один тайник должен быть. Если вы, конечно, не убрали или не сделали невидимым, я не знаю. В этом доме. Так, ну-ка, пусто. Ну и все, тут нечего лутать. Вот тут ящик есть, оставили. Спасибо. О, это мне. Старый хлеб. Ну-ка, что у нас тут? Лут, есть. Так, что тут? АСВАЛ. Второй АСВАЛ. Зачем? Галил АСЕ21. Дробь. Ёп. Фух. Наверное, самая позорная смерть, это умереть от тайника. Не знаю, мне так кажется. Маску говорили, хоть она и мало защищает, но лучше одевать, типа, на всякий. Так будет лучше. И, в принципе, вы правы. Так, ну, чего мне нужно, здесь нету. Тут есть рейн-комплект для винтовок, конечно, но... Не знаю, брать, не брать. Ладно, возьму. Давай масочку нацепим, хоть она и в дерьмейшем состоянии просто. Интересно, можно заклеить чем-нибудь? А у меня и клеёв нет никаких с собой. Ну и ладно. Хорошо, двигаемся дальше. О, слушайте, а на болотах-то вода вся радиоактивная, да? А у меня в зимней паке вместо воды лёд. Интересно, я буду получать радиацию всё равно? Или как? Блин, хороший вопрос. Кстати, на болотах нужно быть аккуратнее, потому что где-то здесь орудует кровосос постоянно. Так, ну давай проверим, хватану ли я сейчас радиации. Ммм, собака. О, я провалился в воду, но при этом как бы этот, звук льда. Я провалился сквозь лёд. О, проклятие. Нормально. Ну ладно. Тут, в принципе, радиация очень медленно накапливается. Но не значит, что мне тут нужно задерживаться. Так, поливитамины, спасибо. Что ещё тут есть такого годного для меня? Ни хрена, всё, валим. Ммм, 14 нахватал. Вообще херня, даже не почувствую. Поэтому болото, в принципе, очень безопасная локация. Я помню, что около церкви всегда кровосос крутился раньше. Ну, по крайней мере, в моём случае частенько. Не знаю, как тут сейчас будет. И аномалии тут мало довольно-таки. Блин, болото красивые. Вот реально, болото очень подходят под зиму, согласитесь. Мне очень нравится. Так, даю зуб. Сейчас какая-то хрень произойдёт. Давай-ка мы дробью запасёмся. Потому что сколько я ходил около церкви в последнем выжившем, всегда какая-то хрень происходила. Мне кажется, этот раз не исключение. Так, тихо, на брёвнышки запрыгиваем. Опа, я слышу, кто-то идёт. Или мне кажется... Ну, там кучка крысок, но крыски вроде не опасны. Ладно. Что за херня была, вы слышали? Кто-то стекло разбил. Что происходит? И снова? Что вы там делаете? О! Так, бинт, поливитамины, ампуломорфина. О, это что? Это то, что мне нужно? Опять боевые шлема задрали. Ладно, вроде звуки затихли. Я, пожалуй, спущусь таки. Так. Ну и чё, кто тут? Кто тут разбивал стеклянные хрени? Так. Тут фонит? Нет. Это у меня организм фонит. Ну, тут вроде никого нету. Странно. Тут очень много трупов. Что тут произошло? Опа. Предметы левитируют. Это плохо. Значит, рядом где-то жирный говноед. Только вот где он? Я его не вижу вообще. О! Он даже мой болт поднял воздух. Зачем? Что мой болт-то здесь сделал? Так. Я вообще не понимаю, где он. О, что за... Ты серьёзно? Алло, колдун грёбаный, вылазь. Нет, этот колдун просто тут деревяшки метает. Зачем он это делает? Где этот колдун? Я его слышу. Он где-то справа. Но где? Внутри никого. А, вон он на входе стоит. А почему я тебя не видел до этого? И почему ты меня не атаковал? Здорово. Не колдуй. Спасибо. Да ты, крысюк, убирай своё поле. Всё, готов. Не, бюреры вообще легко отлетают. Чё было у тебя? Мозг бюрера мясо псевдособаки. Понимаю, псевдособаку он тут жрал. Ну всё с тобой понятно. Блин, а еды-то у меня, кстати, нету, поэтому... Не, у меня есть хлебушек, если чё. Но мясо псевдособаки на всякий. Давай возьмём хоть какое-то насыщение. Она в случае чего даст. Приготовим там все дела. Блин, надеюсь, мне попадётся в тайниках какая-нибудь водочка или ещё чего-нибудь, чтобы потом нормально... Что это такое? Ладно. Чтобы потом похавать и вывезти радиацию. Так, что тут? Пусто. Тут ещё один тайник есть. На крыше. Он очень опасный. Можно сорваться, и там ты поскользишь по крыше и упадёшь вниз. А вы знаете, что бывает в сталкере, когда ты скользишь и падаешь вниз. Урон от того, что ты скользишь, умножается в тысячи раз. Поэтому нужно сейчас с ней быть максимально осторожным, иначе это может быть тупая смерть. Так, тут вроде внутри ничего нету. Надо вспомнить, с какой стороны именно тайник. По-моему, где-то вот стой. Ладно. Ой, я уже начал скользить. Да что ты будешь делать? Тихо, тихо. Живём. Так, вот эта вот деревяшка очень опасна. О нет, о нет. Я начинаю падать. Проклятие. Тихо. Я держусь. Оу, щит. Только не это. Так, ну можно вот сюда, вот сюда, вот сюда. Спуститься. Найс. Ну и тут изи. Так, ну что тут? Антират. Ещё один. Ай, блин. Тихо. Ещё один антират, поливитамин и гранаты F1. Что это? Неужели? Я нашёл. Да. Найс. Можно уже возвращаться, но я на болотах ещё толком ничего не залутал. О, и мультитопольная печь. Да ладно? Я могу теперь мясо кровососа готовить. Охеренно, пацаны. Это очень классный тайник. Он мне очень классно, здорово выручил. Там ещё и плейбой был, но его брать я не хочу. Так, туристический рюкзак можно подклеить. Но я не знаю, почему он не отображается в клее, если у него 100% состояние. Тут же обычно целые вещи не отображаются, разве нет? Нет, ладно. Так, теперь главное спуститься как-нибудь аккуратненько. Ох, ёб твою мать. Вот это сейчас могло быть неаккуратно. Так, на подоконник. Пипец, блин. Тут вообще можно упасть и не получить урон. По-моему, нет. Ладно, двигаемся дальше. А дальше у нас на очереди вот этот сейф недалеко от рыбацкого хутора. О, мышь. Что, вы на меня нападать будете? Я слышу, там кто-то шкварится в аномалии и слышу мышей. Может, это мышь и шкварится? Ладно, хрен с вами. Что тут? Пусто. Проклятие. Так, ну сейчас еще на самом рыбацком хуторе можно будет залутать ящик. Кровосисию я так и не встретил. Не знаю, куда он задевался. Так, тут целое море трамплинов, слушайте. Без сварога здесь... Ооо, тушканиц дурацкий. Без сварога здесь не обойтись. Так, чел, все, я живу. Палку, палку давай. Опа. Что тут? Ммм, газета. А что мы здесь имеем? Угу, ничего мы не имеем. Нас имеют. Так, на базу чистого неба, хз. Ну, давай зайдем, ладно, окей. Вот она, база чистого неба. Тут, ну, в принципе, есть один тайник. Не знаю, ну, в Колов-Чернобыле он вроде тут отмечается. В ДДРе хз. Будет ли? Походу, нет. Я еще и застрял. Не, вот эта хрена не является тайником. Что ж, обидно. Опа. Снорчанский. Ку. А что ты тут делаешь? Блин, батарейки ссалятся. О, боже, ты где? Я думал он загорелся на меня. Подожди, да, я заряжу говно. Все, зарядил. Ну что, давай, давай, нападай. Ух ты. Прыгун гребаный, а? Снорки в ДДРе, это капец. Они прыгают на таком расстоянии жестком. Тюбик клей, ампула, морфина. Ни хера себе, богатый был снорк. Надеюсь, тут один был. И на меня сейчас не влетит твой друг, брат, сестра. Не, вроде тут чисто. Но расслабляться все равно не стоит. Энергетик забрать не могу, обидно. Так, ладно, фонареваем. И смотрим, что тут да как. Ну, тут ничего нету. Вот этот рюкзак не влутабельный. Брать тут, короче, нечего. Единственное, что можно у торговца стащить там немножечко предметов. И не более. Так-то на базе чистого неба делать нехер. Так-то аномалии никакой не будет. А то знаю я вас. Вроде все чисто. Тут и укрытие неплохое, я постоянно об этом говорю. Так, ну-ка. Что у нас тут? Значит, наверху ничего. А вот если сюда спуститься, тут можно стрить бинт и аптечку. Вот так вот. Теперь у нас есть аптечка первой помощи. Но пока что болото очень легкие вообще. Вот эти 18 радиации, они мне почти не дамажат. Я не чувствую, серьезно. Ну, кстати, я думаю, пора есть хлеб. Потому что у меня голод упал довольно сильно. И поливитаминами нужно ширяться потихонечку. И темнеет еще. Вот то, что темнеет, мне не нравится. Ночью болото не такие безопасные, как днем. Поэтому нужно где-то будет перекантоваться. Либо быстрее залутать тут уже все. Пацаны, у меня война. На меня открыли охоту вот эти зомби. Ох, ебт. Они выпустили армию тушканов против меня. Проклятие. Тушканы вас не спасут. Все, съели. Вроде больше никого вокруг нету. Так, на тушканов я лутать, конечно же, не буду. Зачем они нужны? Зомби один упал, к сожалению. Не получится его облутать. Монеты зачем-то подобрал. Так, ну ничего толкового. Прямо с них не упало. Но за дроп все равно спасибо. Так, на насосной станции есть сразу три тайника. Сейчас попробуем все заблутать, все вспомнить. Еще недалеко от насосной станции тоже есть некоторые тайники. О, нихера тут светится, да? Так, ладно, труба. О, в трубе что-то есть. Так, подожди. Мне не нравится, что сейчас вышел шаги. Крыски! Крыски атакуют! Мне кажется, они сейчас в текстуры зажмут. И меня заживет просто в текстуры, и я умру. О, капец, крыски бессмертные, да? Ну вы и дуры, что вы мне хотели сделать? Они не кусаются, как бы, но они толкаются. Я вот забоялся, что они сейчас толпой меня зажмут в текстуру, и гг будет. Поливитамины берем здесь. Ну и, в принципе, тут особо больше брать и нечего. Калаш есть с глушителем и прицелом. Всякие тозовки и плоры и прочее. Ладно. А что-то еще есть? Вот это для пистолета уже, да? Да. Слушай, а давай починим мой бизон. А, ну тут, в принципе, у него неисправности нету. Можно ТТ-ху починить. Ну хотя, хрен его знает. Нисправности-то в ней я никак не уберу. Но вот через имя комплект не могу, по крайней мере. Ладно, что здесь? Молоток, древесный уголь, а? Короче, спасибо. А что здесь? Пусто. Так, ну один из трех тайников уже был наполнен лутом. Это уже хорошо. Ну ладно, мы еще третий не проверили. Канистры. Не буду брать, зачем? Так, подожди, это не здесь. Вот здесь тайник. Я до него долечу вообще, допрыгну? О, да. О, да, залагало. Так, что тут? Инструменты. Берем. Все, берем. Я слышу шаги. Опять же, мне очень страшно. Все, я вроде взял все, что мне нужно. Так, вон в той стороне. Короче, есть островок. Вон тот, вон тот. С тайником. Поэтому предлагаю бежать. Быстрей. Радиация. Но она мало, опять же, накидывает мне, поэтому. Это все херня. Блин, темнеет. И красиво, и страшно. Что тут? Так, а тут же еще один тайник должен быть поблизости. Вот тут вот, по-моему. По-моему, я тут, когда проходил чистое небо на тайниках, чейзер нашел. Но в этот раз я нашел херню. Ай, зависит на все. Мне нужно уходить отсюда. Друзья, у меня проблемы. На меня напали опаснейшие мутанты зоны. Ладно, я пошутил. Это всего лишь зомби. Там еще один плетется. Но пусть плетется. Я пока что чекну ящик. Пустой, понял. Здравствуйте. До свидания. Так, ну а тут уже небольшие проблемки. Тут зомби. И, похоже, мне придется с ними воевать. Ну что ж, я готов. Давай. О! Боже! Зомби попали в меня? Серьезно? Зомби, вы чего? Еще один стрелок. Все, надеюсь? Нет, не все. Теперь-то все? Хотелось бы верить. Ладно. Что вы тут охраняли? О-о-о! Вы охраняли тут РПГ, бинт. Спасибо. Но, к сожалению, херню вы охраняли, если честно. Так. Ну я зато вас с радостью залутаю. Особенно тебя. С твоим-то дрободанчиком, в котором есть одна дробь. Спасибо. Блин. Пацаны. Уже почти стемнело окончательно. Мне нужно где-то перекантоваться. У меня есть еще плотное покрывало. Но что я буду жрать на завтрак, если я сейчас буду спать? Поэтому не знаю, спать или не спать. Вот в чем вопрос. Может до мехдвора добраться и там перекантоваться? Как думаете? Я думаю, хорошая идея. Этой радиации нахватало чуть-чуть. Смотрите, как там классно светится мехдвор. Но перед мехдвором, где-то здесь, в этих кустах, должен быть тайник. Так, тайник. Где ты? Покажись. Я тебя не вижу. Блин, где-то тут должен быть. А, вот он, вот он. Капец, ты заныкался. Пустой. Понял. Радиации 50 уже. 60. Ну и хрен с ней. Мне кажется, на мехдворе должно быть скопление зомбированных. Но я пока никого не вижу. Но вот это вот свечение, оно реально красивое. Я даже уберу палку, чтобы насладиться чуть-чуть. Ну и что тут за фигня? Ой. Тут фонит или что это? Или это около этой хрени фонило? Ладно, сомневаюсь, что мехдвор фонит. Иди сюда, крыски. Сосамба. Так, я, наверное, тут... О, боже, напухало. Я, наверное, тут с фонариком залечу. О, здравствуйте. Не стреляй, дурында. Что ты делаешь? Так, тут есть зомби? Не вижу. Походу нету. Так, где все, ёпта? Я слышу шаги миллионов зомби. И ни одного не вижу. Ладно, давай покурим. А то тяжеловато выживать. Нервы надо успокоить, так сказать. Но пока что рождение по болотам проходит успешно. Я огребаю минимум люлей. Вот. И, в принципе, успешно лутаюсь. Лист брезента. Спасибо. Так, мужики, что у вас? Давайте патроны свои. Ёптвою медь, сколько же много з... О, приплыли. Ты один тут? Очень в этом сомневаюсь. Шаги то затихают, то нет. Короче, я рискую. И жгу. Кастрик, давай. Ой, хорошо-то как сразу. За кастриком спокойнее чуть-чуть, да? Хотя, если честно, не очень. Ладно. На мультитопливную печь. Давайте установим её тут. А хотя зачем? Я же не буду готовить что-то жёсткое. Я через обычный комплектик... Чё? Радиация. Через обычный комплектик приготовлю мясо псевдособаки. Посмотрим, сколько она устанавливает. Правда, я зачем радиацию буду выводить? Антирады тратить не хочется. Хотя мне выпало достаточно много антирадов. Но я тайники механизаторского двора не чекнул. Нужно чекнуть. Я хотел это сделать утром, на самом деле, но... Походу, придётся делать это сейчас, потому что я не могу спать из-за этого. Так, что там по мясу? Сколько она устанавливает? Давай посмотрим. Пуль витамин в универальном море. Но пока что хп я восстанавливать ими не буду при берегу. Так, руку с норкой пока готовить я не собирался. У меня лишь один комплект. Вот оно мясо, восстанавливает оно 310. Ну, это довольно неплохо. Так, ну давай сходим за тайниками. Кстати, шаги утихли. Значит, зомби на локации тоже утихли. Ох, как красиво. Давай выйдем и полутаем тайники механизаторского двора. Их всего три. Вот первый. Не упало мне водки, да? За что упали поливитамины, это тоже неплохо. Плотное покрывало, то же самое, что и у меня. Так, второй тайник, это вот этот щиток. Он пустой. Обидно. Ну и вот здесь вот должен быть тайничок. Вот он. Тоже пустой. Проклятие, водки не выпало. Ладно, есть еще один тайник рядом с механизаторским двором. Сейчас бегаю за ним. Ой, у меня бафы кончились. Быстро, энергетик. О, нет. Ну, что вам здесь надо? Блин, я еще около техники фонящий. Да иди ты нахрен. Умри уже. Это не ваша территория. Пошли нахер отсюда. О. Не, ну это мы одобряем. Спасибо за такое. Так, под мостом тут, короче, у нас имеется ящик. Может быть. Ну, точнее, сейф. Может, в нем что-то будет. Оп. Мусорок. Не шей мне срок. Еще один набор для рожига возьмем. Ампула морфина. Патроны. Ну и все, брать тут больше нечего. Под мост вроде ко мне никто не суется. Тут еще один тайник рядом есть. Он около той машины. Не знаю, идти за ним или не идти. Не, ну и он нахер. Так, здравствуй, мой родной кастрик. Ну, давай. Тогда, значит, что мы делаем? Кушаем и идем спать. Да, на утро у меня отнимется голод. Но просто я не хочу тратить два раза водку. Ибо сейчас у меня есть уже радиация. Если я лягу спать без водки. О, слушай, а мне придется, походу, два раза водку тратить. Потому что одна водка тут не справится. Неем. Тогда можно поступить в водках. Сейчас я бухну, конечно. Но я сейчас тогда достану мультитопольную печь. И закрафчу еще руку кровососа. И сожру ее. Хотя у меня фул голод. Что мне делать? Блин, нерациональненько получилось. Херово. Надо было тогда просто жрать руку кровососа и антирад юзать. А я что-то не сделал этого. У меня четыре антирада. Боже, что я жалею? Ладно. Давай мультитопливная хрень. Куда я ее поставил? Где ты? А, вот она. Так, а у меня топлива нету, да? Уголь не подходит. Серьезно? Не подходит уголь, купец. Комплектов у меня нету. Ну все, прощаемся. Значит, пьем сейчас вторую водку. После того, как закончится эффект этой. И ложимся спать. Ну а что еще делать? 40 радиации. Блин, не хочу я рисковать и ложиться спать с такой радиацией. Поэтому давай-ка я лучше еще водки бахну. Не знаю, имеет ли смысл сейчас активированный уголь юзать, чтобы мне полегчало. Я, в принципе, спать ложусь. Мне пофиг. Так, ждем, пока радиация улетучивается. Ну и ложимся спать. Все, ноль радиащена. Давай, до шести. Доброе утречко. Я еще живой. Удивительно. Кастрик горит. Какого черта? Я думал, он сейчас потухнет. Голод у меня в дерьме. Да, жрать нечего. Радиация, почему-то звук радиации есть. Я не знаю, почему он есть. Но нужно текать отсюда. Оп, хуторок. Ну-ка, давай. Посмотрим, что у тебя есть. Ой, тут аномалии миллион. Походу, придется опять использовать сварок. Где он у меня? Фак ю. Где? А, вот. Ой, батарейки садятся. Давай. Что-то пока ничего интересного нет. Тут два тайника я только знаю. Вот этот вот. Пустой. И второй это ящик, который там находится за аномалиями. Твою мать. Как до него добраться? Не, ну тут, в принципе, есть проход между аномалиями. Можно рискнуть и пройти. Но до ящика я, походу, не доберусь никак. Или доберусь? Подожди. Ну да, я обошел аномалию. Круто. Что тут? Ммм, не зря обошел. Тут есть и лут. Патроны, батарейки. Эээ, давай вот это заберу. Вот это. Вот это. Ну и все. Забирать тут больше нет. Ну маску можно заменить, да. Потому что моя маска в дерьме немного. Не знаю, валить с болот или нет. Я просто рядом с переходом на кордон. Так бы я в бар вышел потом. Просто не все тайники болот залутал. Вообще не все. Но с другой стороны, я основную цель выполнил. Я всегда шел за ремкомплектами. И в принципе, каким-никаким лутом. И я тут налутался более чем. Можно будет сюда наведаться потом. В случае, если у меня будет недостаток лута. Как думаете? Я предлагаю пока покинуть болото. Или нет? Нет, ладно. Давайте уже долутаем. Что, я зря сюда пришел? Помогите. За мной бежит сумасшедший дед. Что? Блёху, ты охерел? Я тебе сейчас... На. Тут еще сумасшедшие мышки и коты бегают. Что за херня здесь происходит? Что? Реально, смотри. Мышки за... И там еще зомби стоят. Барсик. Не, ну давайте. Дальше развлекайтесь. Я вам мешать не буду. Антирад. И злом принес мне годную вещь, слушай. Так, зомби. Ой, су, зомби. Кошки, надеюсь, не вернутся. Так, здорово, мужики. Давно мы с вами не виделись. Котейки убежали. Ну и хрен с ними. Кто тут стреляет? Упади, умоляю, спасибо. Ужас, зомби вообще стали жесткими какими-то. Не, ну ладно, они не стали жесткими. Просто раньше они вообще ничего сделать не могли. Сейчас, блин, умудряются попадать. Как так? Мы такое не одобряем. О, подожди. Еще один полевой набор... Ну, короче, сумка под полевой набор ремонта брони. Боже, сколько их выпадает зомби, оказывается. Я и не знал. Ладно, вообще, я сюда пришел за тайником, а не сражаться с бомжами. Тайник находится около этого КамАЗа. Но нужно как-то его обойти аккуратненько, чтобы схлопотать меньше радиации. Тайник говно. Хотя нет, не говно. О, я забрал сигареты, хотя хотел комплект. Все, давай, прощаемся. На хуторке этом только хотел сказать, никого нет. И свалил. Ну, вали нах отсюда тогда. Что, есть что-нибудь? Нет, они тут мышку грызли, кажется, втроем. Ладно, две мышки втроем. Алло. Все, давай. Что вы тут охраняли? Нихера вы тут не охраняли. Ну, как всегда. Барские самые посеи бесполезные. Еще и бесполезные вещи охраняют. Так, я хотел на тот хуторок сходить, но я слышу, там собаку мне страшно. Или она сюда идет? А, вон я вижу, да-да-да. Ну, хуторок оказался довольно чистеньким местом. Тут у нас есть два ящика. Первый пустой, второй пустой. Ну, я все, наверное. Есть еще, конечно, куча тайников, которые там между камышами и так далее. Но я, наверное, вернусь в бар. Потому что все известные точки я залутал. Можно, конечно, убиться в крайности и дальше еще лутать искать. Но я, наверное, все остановлюсь, потому что жадность фраера сгубит. Итак, друзья, я в баре. Блин, еле дополз. Посмотрите на мой голод. Ему очень плохо. Тут еще выброс успел произойти. Так, ну и что? Давайте починим тбшку мою. Получается. Берем ее. Можно взять еще одну тбшку и использовать ее в качестве дополнительного расходного материала. Можно броню тут так использовать. Так, полевой набор ремонта брони. Тб 1,42%. И используем вместе с починкой. А, я не могу еще один тб взять и использовать. Показано то, что как бы его можно использовать. Используется при ремонтной снаряжении плюс 50%. Но его нельзя использовать. Либо нужен нормальный броник, тоже не ниже 40% состояния. Но у меня такого нету тут. У меня все ниже 40%. Поэтому, да, прощаемся. Не могу, конечно, ради эксперимента взять вот эти броники. С себя свой снять, раздеться, так сказать. И маску тряпичную тоже снять может поможет как-то. Сейчас посмотрим. Так, тб 1. Что я могу использовать? Не, херня. Не могу. Могу продвинутый швейный набор только использовать, чтобы 12% дать. А, давай. 26 будет. Итого получится сколько у нас? 42 плюс 268. Не знаю. У меня, по-моему, были где-то наборы, которые от 65 членд. Или от 60 членд. Или от 60 членд. Что-то такое. Ну, короче, сейчас решим. Прикиньте, сейчас какой-нибудь мутант ко мне забежит. И я умру. А этот голенький. Нет, вроде сюда мутанты не бегут, не испавлятся. Поэтому все нормально. Так, вот эти наборы тоже давай уже складем сюда. Тета тоже. Коробки. Тета. Патроны. Разгружусь. А то что-то я хожу, блин, со всякой говной. Так, ампулы морфина. Ампулы с алисовой кислоты. Их, по-моему, кстати, можно использовать в крафте медицины какой-то. Не помню какой. Так, аптечки обязательно загредим потом до армейских. Часть антирадов скинем. Блин, я помню жалову, что у меня антирадов нет. Теперь у меня сколько антирадов? Три. Три в запасе, два с собой. Вот это я крутой. Так, ну-ка, давай, смотри, чем я еще могу сейчас починить. Ниже 70%, ниже 85%. О, проклятие. По-моему, я то, что мог чинить сейчас. Там 60% или 50%, да, то я уже использовал это при починке ТБ полевым набором. Я прав или не прав? Походу, я прав, потому что мне реально нечем чинить. 67%. Но это уже хоть какой-то. Кстати, ну-ка, сколько радиозащиты? 51%. На северных локациях говорят 50 радиозащиты нужна. То есть я уже могу ходить по северным локациям. Кайф! Так, ну-ка. Не, ну отпадет одна из самых бесячих проблем. То есть все, мне останется бояться только мутантов. Ладно, давай тогда скрафтим набор, который мне сейчас позволит чинить от 50%, ну или от 60%, я не знаю, сколько он там. Ну, короче, вот тот продвинутый, походу, да, дает мне то, что мне нужно. Не, могу еще один полевой набор скрафтить, но мне нужен продвинутый для этого, да. Для продвинутого мне нужен еще один армированный брезентовый лист. У меня такое имеется? У меня такое имеется. Давай. Продвинутый швейный набор, поехали. Так, я закрафтил, давай смотреть, от скольки он чинит. Да, от 55. И можно, на самом деле, превратить его в полевой набор, как думаете? Стоит оно того или нет? У меня, в принципе, есть все для этого. Где оно? Вот полевой набор. Нужен еще один армированный брезентовый лист, он у меня есть. И сумка тоже есть. Давай возьмем одну сумочку, один армированный брезентовый лист. Последний, кстати, нужно будет их пособирать потом, если я не забуду. Ну вот, давай. Давай. Я думаю, это будет хорошим решением. Все, имеется у нас наборчик. Чиним ТБшку на 14. И можно еще... Ага, титановую сетку использовать. Что, дурак? Можно еще универсальный швейный набор использовать вдобавок. Получится 23. Плюс 23. Давай. И дальше уже чисто дерьмовыми наборами можно дочинить. И нормально будет. Будет стопроцентная ТБшка у меня. Так, ну-ка. 90% защиты. Сюда просто. Простой швейный набор. 6. Так, 91 плюс 6. 97. Нужно 3% докинуть. Можно сумочкой докинуть. Сумочкой я точно не буду. Можно веревкой докинуть. Да, а то что, зачем она мне? Не, ну повешаться, конечно. Но у меня вроде там еще в запасе веревка есть. Поэтому нормалды. Живем. Но, чтобы мне ходить на зараженных локациях, мне нужны баллоны. Да, но зато я в мертвый город смогу сходить. Е-бой, пацаны. Сто процентная ТБшка. Теперь я просто непобедимый. Но, опять же, нужны баллоны мне еще будут. Так, мне бы рюкзачок заклеить. А то он там чуть-чуть расклеился, скажем так. Ну и все. Титановую сетку сюда. Патроны. Значится. Сюда. Вот это вот сюда. Все. Я крутой. Я непобедимый. Но, опять же, нужны баллоны, да. Ну, в мертвый город, наверное, схожу в следующей серии. Или что, или кого. Не знаю. Посмотрим. Так, ну что, друзья. Пока что все. Большое спасибо всем за просмотр данного видео. Еще, конечно, предстоит мне полутаться. Поискать баллоны. Но, думаю, это найдется. Потому что я уже столько тайников выпускал. Кстати, ни одного баллона не упало. Не может быть такого, чтобы ни один баллон не заспавнился. По-любому заспавнился. И мне скоро должно повезти. Поэтому, думаю, баллон не заставит себя долго ждать. Ну, а пока, друзья, все. Большое спасибо всем за просмотр данного видео. Если оно вам понравилось, не забывайте ставить лайк. И также обязательно подписывайтесь на мой канал. Прожимайте колокольчик, если тут впервые. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на лист в описании. Так же, как и ссылка на скачание этого мода, если хотите с вами поиграть. И ссылка на плейлист с этим прохождением, в случае, если вы не видели остальные серии. Большое еще раз спасибо всем и пока-два.